Сегодня в Доме правительства прошла очередная 22-я сессия Народного собрания. В повестке пленарного заседания было более 20 вопросов, среди них отчет министра внутренних дел, изменения в республиканский бюджет и другие. Подробнее расскажет наш парламентский обозреватель Мурат Джанкёзов. По традиции заседание парламента начинается с гимна. После подтверждения кворума депутаты заслушали отчет министра внутренних дел, о проделанной работе за минувший год. Глава ведомства Александр Мельниченко представил в парламент подробный информационно-аналитический видеоотчет и озвучил основные результаты по ряду направлений деятельности. Депутаты задали министру ряд вопросов и приняли отчет к сведению. К счастью, на сегодняшний день мы можем констатировать, что в республике обеспечена и стабильность, и спокойная атмосфера, тоже благодаря работе Министерства внутренних дел, покращающей республики, конечно, совместно с другими правоохранительными органами. Министр ответил полно на все те вопросы, которые были поставлены депутатами Народного собрания, которые заранее ему были эти вопросы направлены. Он на все эти вопросы ответил. Считаю, на сегодняшний день взаимодействие должным образом налажено. Внесены изменения в бюджет республики на текущий год. Уточнен объем безвозмездных поступлений на сумму более 140 миллионов рублей. Большую их часть распределили в систему здравоохранения для лечения коронавирусных больных и Министерство строительства ЖКХ на разработку проектно-смертной документации в рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Депутаты приняли проект закон, инициированный заместителем председателя парламента Мусой Экзековым о дополнительных мерах поддержки отдельных граждан. Изучив опыт субъектов Российской Федерации, мы увидели очень хорошие законы, которые действительно очень серьезным образом помогают социально незащищенным категориям детей, детей инвалидов, детей, у которых есть родители инвалиды. Изучив все направления, мы вносим в законопроект новый весь опыт, который есть в России. Парламентарии одобрили еще ряд законопроектов, разработанных в связи с изменением федерального законодательства. Так введена новая статья в закон, которым регулируется проведение публичных мероприятий. Изменения касаются запретов финансирования из иностранных и анонимных источников. Всего парламентарии рассмотрели более двух десятков законопроектов. Мурат Чанкиозова, Лебастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова